Драматическую ситуацию на Ближнем Востоке, другие региональные конфликты. В чем не повинных людей, которым просто некуда бежать, негде укрыться. Наша страна должна войти в четверку крупнейших экономик мира. Несмотря на сложную внешнеэкономическую конъюнктуру, сегодня российско-китайские отношения, всеобъемлющие партнерство и стратегическое взаимодействие достигли беспрецедентно высокого уровня. Российско-китайские отношения, всеобъемлющие партнерство и стратегическое взаимодействие... Уважаемый Владимир Владимирович, по Вашему поручению правительства в мае текущего года... Для России 2023 год стал знаковым в развитии беспилотного транспорта во всех трех средах. ...продолжаются санкции и ограничения. Сегодня эти меры помогают предприятиям внутреннего рынка нефтепродуктов, для чего мы частично ограничили и вывоз. Да, год назад, когда мы собирались в этом зале, действительно, мы, конечно, были все полны оптимизма, были уверены в успехе, в победе, но, тем не менее, результат еще не был окончательно достигнут. Мы понимали, что неопределенность, риски очень высоки. Сегодня, по сути дела, задачу прорыва транспортных блокад и в значительной мере можно уже снять с повестки, заменив ее задачи развития. Именно на этом фундаменте, фундаменте и в материальном, экономическом смысле, и в смысле нравственном.